Доброе утро, девочки! Вот так вот, девочки, в темноте не видно, парни. Да, потому что темно. Утро, едем в детский сад. Наверное, в этом году последний раз. Как ты думаешь, все до Нового года не поедем больше? Мамочка, а мы завтра на год не поедем в садик? Я тоже, я тоже идет какой-то, встал на полосе. Головой не думает. Не думает головой, не думает. Чуть не облепились. Головой не думает. А может, это не туристы, может, маршрутка, авария, да? Ребенок возмутился. Как ты говоришь, чего они? У них голова, я думаю, отыграет. Голова. Голова не работает? Да. Вот так вот, испугались. Скажи, хорошо, папа так и ехал, и его объехал. Да. Они не включили вообще. Вот так вот люди попадают в аварию. И вот, у них из-за каких-то головы деревянные. Деревянные вместо головы? Да, вместо головы там деревяшка. Как ты там говоришь? Просто взял и остановился. Да. На крайней левой полосе. Вот как. Люди. А они голова не думают. Не думают вообще. Да. За себя не звучит. Они вместо, как, вместо москов деревяшка. Каша. Да, каша. Да. И там деревяшка. Вот так вот. Хотела вам сказать доброе утро, мои дорогие. А тут чуть, чуть не врезались в машину. Не успеешь выехать из дома. Уже какие-то идиоты встречаются на дороге. Ой. Но все равно доброе утро, мои дорогие. У нас минус восемь. Ветра нету. Ну, это у нас в лесу нет ветра. Тут посмотрим. Чего у нас? Тоже зима. Вообще-то зима. Я вижу, что я когда не за рулем, я могу посмотреть. Поэтому и за так я тоже не вижу ничего. Нет, улёкся реально. Пассажиры. Вот. Спускаемся в Мурманск. Почему мы были в поселке? Мы были в память. Угу. Реклама, потому что... Давай быстрее, быстрее, оп. Пошел. В садик. Они сейчас гулять пойдут. Хорошо, когда вот перед самым выходом. Угу. Я на работе с девчонками поболтала. Всех, кто старенькие. Кто меня ещё помнит. Смотрите, у нас кружки все именные. Костя там с Таней вопросы решает. Как хорошо. Господи, наболтались с девчонками, с ребятами. Ну, те, кто давно работает. Сказали, чтобы после праздников обязательно приходила, потому что многие поуезжали уже на праздники. Кто куда. К родственникам. Вот. Рассказали мне все новости. Кто замуж вышел, кто женился. У кого сын в лётном училище учится. У кого чего. И сейчас иду. Пока там Костя с Таней решают. У них дела предновогодние. Я с Софьей Перовской в магазин. Ну, для рукоделия. Один такой магазин тут. Я, кстати, и не узнала вообще, работает ли он. Ну, ладно. Сейчас пойду схожу. Потому что сунулась. Всего с собой не возьмёшь. Вот вроде набрала много, тащила тяжело. Но не угадаешь, что тебе понадобится. Поэтому надо сходить посмотреть. Правда, не факт, что я это найду. Но посмотрим. Ещё чего-нибудь да найду. Магазины-магазины. Вот такая улочка узенькая. Ну, много тут всякого. Вот видите. Забываю. Забываю. Надо было доехать до пяти углов. На следующей остановке выйти. Отсюда дальше идти. Саша моя вчера была на балете «Щелкунчик» в Бакинском театре. Оперы и балета. Первый раз она была на балете. Я думала, что она с её энергетикой не выдержит. Что ей скучно будет. А она в таком восторге. Мама вообще. Ой. Они сразу пошли, купили билеты на балет, который будет в январе. «Семь красавиц» называется. Билеты вообще недорогие. По 500 рублей на наши деньги. В общем, говорит, я в восторге. Прислала видео, фотографии, но они на другом телефоне. Я потом опять буду собирать видео. Всё коробочками обклеили. Соберу и вам покажу. Саша сегодня, видимо, последний день. Завтра, наверное, не повезут в садик. Ну вот, почти дошла. Хорошо в рилте. Всё как всегда. Всё спокойно. Люди работают. Все довольны. Костю любят они. Ну и понятно, что он не червонец. Не может всем нравиться. Но в основной массе. Особенно те, кто давно работает. Вот. Они его уже знают. Как и что. Вот. Вот магазинчик. Всё. Пошла в магазин. Сейчас залипну. Ну вот, зашла. На полторы тысячи пакетик купила. Ну. Тоже там же не всё есть. Поэтому. Ну, пока хватит мне на два украшения. Вот что я хотела. Ладно. Буду делать яркие жёлтые. И такие не белого цвета. А не знаю, как цвет слоновой кости, что ли. Переделывать буду. Так, Ириночку я потеряла. Не могу её найти. Она у меня не подписана, её телефон. А мне столько звонят и пишут. Я не могу её найти. Женщина, которая хотела вот с этими чокер, вот с перламутром круглым и вот с этими острыми штуками. К сожалению, Ирино, нет. Не могу я вам его выслать, потому что он не лежит. Я никогда такого не делала, сделала. Они очень лёгкие, они пластиковые, эти штучки. Они не лежат. Были бы металлические, они бы лежали. Так что уж, простите меня, пожалуйста. Вот. Нет. Некрасиво это. Некрасиво. Это беспокойство. Их постоянно нужно поправлять. Нет, это... Это не украшение. Так что... Не получилось. Бывает редко, но бывает. Так, сейчас я поеду ещё в комиссионку съезжу. Может, кто-то что-то интересненькое сдал. Прямо для меня. Нет, я много в комиссионке покупала. И винтажных украшений, и камни попадались интересные. Так что, сейчас поеду, посмотрю. А, Эко не ушёл никуда. Только народу, правда, нету никого. А, Эко не ушёл. А, Эко не ушёл. Очень хорошая обувь. Я как вспомню кроссовки. Вот когда только открылся этот магазин, это уже сколько лет назад, господи? Тридцать лет. И были очень дорогие, уже не помню сейчас, по деньгам. Но очень были дорогие кроссовки. Девчонки, я замучилась в них ходить. Я в них ходила лет десять, наверное. Если не больше. Очень, конечно, хорошая обувь. Ну, сейчас я могу ходить только в мягкой обуви. Без всяких каблуков и толстых подошв. Поэтому. Ну, очень хорошая обувь. А вот, дошла я уже до комиссионки. Сейчас посмотрим, что они нам приготовили. К Новому году. А на Пировскую, если я буду долго тут, так ещё не раз съезжу. Я просто там... Там камней мало. Ну, бусина с камня. Но стекла прилично. Всяких бусинок я вот подберу. Что мне надо. Посмотрю, тогда приеду ещё. Так, мы пришли за форелью. Какие-то банки интересные. Надо очки одеть, посмотреть. Варенье черника, клюк. А вот она, печень трески. Настоящая банка. Вы знаете, что-то всё-таки происходит с погодой, с климатом и вообще. Вот сейчас шла, идёт навстречу бабушка и говорит, «Чё случилось-то? Почему так на Новый год так днём светло?» Ведь самое тёмное время было. Что-то происходит. Вот мне прям очень заметно. Ну, если уж люди, которые живут постоянно, им заметно. На Новый год была темнотища раньше. Расцветёт на полчасика еле-еле и всё. А сейчас прям, прям светло. И даже какой-то день был, что прям красное было. Как будто солнце уже вот-вот выйдет. А ему ещё не время выходить-то. Праздник солнца в Мурманске. Последнее воскресенье января. Ну. Это просто, когда солнышко появляется. А сейчас что-то происходит с миром. Не знаю, к хорошему или к плохому. Сейчас Танюшка купит. Ей там форель отложили. И креветок ещё купит. Праздник же скоро. Вот-вот уже. Просто вот на пороге стоит. Маленький такой магазинчик. Вон, видите. Прямо святая-то расцветает. Начнешь, что у меня будет разговор к тебе. Вот они, финские продукты. Разрастаются отделы. Как вариант. Ты такой хитрый. Костя. Звонит. Есть захотел. Доехать и всё, и не испытывается грунт. И тут тоже. И уже куда-то поехали. И тут тоже. Прям разрослись, да. Тут дельчики-то. Ой, какой же кофе стал дорогой. Гуль – это норвежский. А куль-то – это финский. Раньше-то ездили в финку. Довезли оттуда. Знаете, никогда не набирали по многу. Потому что вот шоколад я этот очень люблю. Любила, вернее. Вот этот. Пакет возьмём, потому что всё равно опять поедем. А теперь пыри, витамины, зубные пасты. Всё оттуда. У кого есть возможность, ездят и везут. А уж шампуни. Может, мы тогда заберём тебя, поедем на Баум, на Тавтриску. Ой, мои дорогие, чуть не забыла. Хорошо, Таня вспомнила. Оказывается, у форели, у мальчиков и девочек разные лица. У девочек круглое лицо. Так что, если хотите, чтобы там вам икра попалась, берите форель с круглым лицом. О, сейчас поедем с горки. Красиво будет. Ой, какая красота. Вот у кого это каждый день, тем не понять. Когда вот полтора месяца темно, а потом вот так вот. Прям. Счастье. Ой, чё-то я всё одета. Не того. Такой месяц. Пошли руководители. Вот. Это третий физкульт, который Костя и Станя открыли тут на Беринга. Я ещё там и не была ни разу. Ну, я не поклонник спорта и всяком не особо интересно. Я знаю, что там и как. Я просто не знала, в каком месте. Костя мне объяснял, а я не поняла, что это тут. Работают с утра до вечера. Это вот сейчас. Мы чё? Костя есть захотел. Сейчас поедем что-нибудь поедим. И приехали сегодня в город на одной машине. Поэтому Таня ездит целый день. То туда надо, то сюда. А сейчас ещё перед праздником. Вот. Ну, мурманчане знают, где это находится. Вон там залив. Вон там видно. Светится цепочка огоньков. Мост. На ту сторону. Церковь за этим зданием. Вот. К моему стыду. Я даже не знаю, что это за церковь. Хотя она давно уже построена. Кирха, наверное, какая-нибудь. Вот хочу сказать, у них в лесу теплей. А здесь вот залив рядом. И ветер, и холоднее. Всё уже темнеть начинает. Время только второй час дня. Они пошли, им там надо что-то поработать. Месяц прям красивый такой. Растущий. Я вот в свои 66 лет теперь уяснила, какой месяц растущий, а какой. А какой убывающий. Вот кто не знает, может есть такие. Вот если к нему палочку поставить, и будет буква Р, значит растущий месяц. А если как буква С, то старенький. Убывающий. Век живи, век учить дураком помрёвшим. В машине-то теплее гораздо, чем на улице. Вот купила. Сахарозаменитель у меня кончился. Тут такого нет. Вот в Крыму-то гораздо лучше. Сахарозаменитель. Нет послевкусия. На стевии. Я просто вот попил чай. И всё нормально. А тут долго сладко во рту. Ну не могу я чай пить и кофе без сахара. Не могу. От многого отказалась, а вот от этого не могу. Я, ой, я конечно стараюсь больше просто воду пить. Ну чайку-то хочется. А утром кофейку-то с молочком как? Такое вот сегодня у меня видео получилось. Опять по городу промоталось. Но я очень неприятная. Я девчонок увидела. Правда не всех. Ну еще съезжу потом после праздников. Надо нам калинки ехать. Поедем. Вот Новый год пройдет. Поедем на могилку. Но там снегу. Пока дочистишь туда дорожку. Там вообще заваливает прям снегом. В городе не так. А очень хочется съездить к ней. Так, ну ладно. Сейчас поедем. Поедим. Таня смеется и говорит. Борщ был. Здоровая кастрюля. Съели. Народа-то сколько нас. Вчера что-то мы замотались и не приготовили ничего первого. Приеду домой, покажу вам, чего я сегодня купила. Может и сейчас покажу. Вот такие интересные. На тыквочки что ли похоже. Необычные такие бусинки. И форма интересная. У них. Так, и вот тут. Посмотрите. День тыквочек, а. Тоже вот такой. Ну это все как материал. Так. Вот такое вот украшение. Я еще сама не разобралась. Всякие. Так. И вот такую вот еще штуку. И вот такую штуку. Было много интересных металлических. Но, знаете, такие уже. Ну видно, что их носили. А это прям новая. Но я понимаю, почему ее сдали. У нее, видите, тут на концах цепочка с бусинкой. А на этой стороне вот цепочка только с бусинкой. А еще бусинка, видимо, потерялась. И вот ее сдали. Вот. Вот говорю, день тыквок. Вот такая кружечка. Ну это с фикс прайса, видимо. Мне очень форма понравилась. Ну это мы уберу я эту. Выкину. А тут наверх что-нибудь приклею. И не будет на крышечке отверстия. Что-нибудь придумаю. Листочки может быть какие-нибудь. Или что-нибудь. Прям вот захотелось у меня вот такую кружечку. Что-то меня на тыкву потянуло. Ну а там я, собственно, купила одну фурнитуру. Пины вот эти, на которые бусинки. 500 штук золотого цвета. И 200 штук темного металла. Потому что вот я делала вчера украшения. И практически, что было у меня, все использовала. Вот. А хочу еще сделать черное украшение одно. Ну и там фурнитура, короче, цепочка. Такое неинтересное потом в рабочей. Когда будет, покажу. Так, ладно, лапуськи мои, буду с вами прощаться. А то будет длинное видео. Совсем ни к чему. Вот. Давайте. Я вам желаю всем... Чего я вам желаю? Я вам желаю все время одного и того же. Здоровья, терпения. Пусть у вас все будет хорошо. Мне очень хочется. Мне вообще хочется, чтобы на всей земле всем людям было хорошо. Вот очень мне этого хочется. Вот если бы кто услышал меня, чтобы не болели, чтобы не умирали. Ну ладно уже, когда там старость такая, что человек сам понимает, что он уже никакой. Что хватит уже. Вот. Должны люди вот так жить. Доживать до такого времени. Чтобы не умирали молодые дети. Чтобы не гибли. Ну как-то вот так не получается. Если бы это от меня зависело... Вот знаете, вот честно вам скажу. Если бы мне сказали, вот ты вот умрешь сейчас, а в мире будет вот рай и красота, я бы согласилась легко. Вот правда. Я вот сколько раз об этом думала. Так что, мои дорогие, давайте себя берегите. Готовьтесь к праздникам. Пусть все у вас будет хорошо. Все. Обнимаю вас, целую. Пока-пока. Пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok